Алмаус Кампыр Давно-давно жили старик со старухой. С молоду трудились они, не покладая рук. Постепенно обзавелись хозяйством и на старости лет жили в достатке. Семья у них была небольшая. Муж и жена вдвоем растили и воспитывали единственного сына, из-под воль приучая его к труду. Они его очень любили и нередко баловали. Сын во всем помогал родителям. У него была любимая игрушка, золотая сокка, ашичка. Он часто играл в ашички, очень метко бил своей соккой и мог одним ударом выбить с коня несколько ашичек. Он никогда не расставался со своей золотой соккой и, будучи уже подростком, всегда носил ее с собой. Ежегодно в конце весны вся семья выезжала в горное ущелье на летнее пастбище. Старик перевозил туда юрту, разный домашний скарб. Мальчик, сидя верхом на лошади, гнал скотину, корову, бычка, овец и коз. В ущелье было пастбище с густой и сочной травой. Старик ставил юрту, и они все лето жили на чистом воздухе, а скотина паслась на приволье. С наступлением холодов семья возвращалась в деревню. Однажды старик задержался в горах на летнем пастбище, дольше обычного. Лето уже кончилось, но погода все еще стояла теплая и сухая. Изредка перепадали дожди, но потом опять устанавливались теплые солнечные дни. Наконец, уже поздней осенью, когда стало совсем холодно, старик сказал, что пора перебираться на зимовку в деревню. Вместе с сыном разобрал он юрту, навьючил все вещи на лошадь. Сын сел верхом на двухгодовалого жеребенка и погнал скотину. А про свою золотую соку он совсем забыл, и она осталась на пастбище, там, где он в последний раз играл. Потом, когда они уже приехали домой, мальчик хватился, сунул руку в карман, а золотой соки там нет. «Где же она?» – думал он, но не мог вспомнить. Так он заснул с мыслями о золотой соке. На следующий день утром он спросил у матери. «Мама, а мама, ты не знаешь, где моя золотая сокка?» Но мать не знала. Парень пошел тогда к отцу и спросил. «Отец, а отец, а где же моя золотая сокка?» «Эх, сынок, да ты, должно быть, оставил ее на пастбище», – ответил старик. «Садись на жеребенка, да поезжай поскорей, привези ее». Сын тотчас же оседлал жеребенка, сел верхом и поскакал в горы на пастбище. Только на закате солнца он подъехал к знакомому ущелью. Поднялся парень по склону горы к стоянке, смотрит – на том месте, где была юрта, сидит какая-то старуха, страшная-престрашная. Нос у нее длинный, загнулся крючком, как у хищной птицы. Глаза ввалились, лицо все в морщинах, зубы желтые, большие, как клыки, седые космы взлохмачены, руки длинные, костлявые, а на пальцах когти. «Да ведь это же... да ведь это же ведьма, Алмаус Кампыр!» – мелькнула в голове у парня, и сразу мурашки забегали у него по спине. А старуха сидит себе на корточках и подбрасывает его золотую ашичку вверх. Золотая сокка, падая на землю, все время ложится в положении чика, в проигрышное положение ашички, то есть вогнутой стороной вверх. «Э-э-э, не умеет бросать ашичку!» – подумал парень. «Должно быть, никогда не играла! Эх, вот бы сыграть с ней, я бы ее сразу обыграл! У меня как не кинуто колчи!» «Но к старой ведьме нельзя подойти, она сразу меня живьем проглотит!» Испугавшись старухи, парень хотел было уже повернуть жеребенка и скакать назад без оглядки, но ему жалко было бросить свою золотую сокку. «Она такая красивая и удобная! Бывало, пустишь ее, она так метко бьет прямо в цель!» – подумал парень и решил попросить старуху. Полную версию этой аудиокниги можно купить в интернет-магазине audiobook.us.